всем привет добрый вечер встречаемся как обычно в субботу выходит наше видео на нашем канале youtube сегодня я хочу вам рассказать историю про кухни сделанную в городе минске микро не рокоссовска может быть кто-то живет там может быть кто-то по соседству в общем такой старый панельный дом несколько месяцев назад и позвонил мой хороший знакомый назовем его игорь и предложил сделать кухни его знакомые сначала мы там говорили по цене с ним что-то в районе я ему сказал угловая кухни на стандартных таких размеров на типа как 2700 на 1600 он стоит примерно от 1800 до двух с половиной тысяч словных единиц его это цена и его знакомы устроила поэтому встретились спустя несколько дней на замере на адресе это был старый панельный дом возможно там был капремонт я когда пера зашел на кухню там лежала линолеум какая-то старая такая старая кухня стояла неизвестно какого года вверху вдоль всей комнаты была газовая труба огромный счетчик там еще вокруг счетчика какие-то были трубы значит по счетчику мы сразу договорились что его надо перенести чуть выше потому что там планируется пенал в духовом шкафу мной чтобы пенал не уперся в счетчик но мы договорились чуть подрезать как бы трубы и перенести перенести наверх и они еще захотели возле входа получается возле входа спланировали там нишу короб с холодильником холодильник обычный не стройный просто вот холодильник как бы встроен холодильник как бы вставлен в этот короб значит спустя спустя несколько дней встретились на салоне сделали проект потом я сделал схему розеток там схема вентиляция вода слив ну вот эти все вещи позже они сделали вот эту нишу на она чуть шире оказалось и мы там еще сделали дополнительный узкий пенал немного изменили проект сделали дополнительный узкий пенал и там еще несколько таких шкафчиков мелких так сказать обыграли угол и сушка у нас получилось в угол то есть в угловом навесном шкафу получилось вполне симпатично вполне интересно и когда уже были готовы строительные работы пол там вот это все до стены декоративная штукатурка по моему там было можно встретились на замере и тому же последние штрихи решили вот эту трубу которая идет по верху пасть вдоль стенки уже ее закрыть соколем которому придет натяжной потолок а подоконник которая слева у окна которому приходит пенал с духовкой свечи сделать там такой вертикальную бленду такую большую то есть чтобы как бы компенсировать вот этот вот подоконник которая отри обрезать не хотели ну в принципе там цветы и ну тут дело вкуса я в принципе не навязываю свои какие-то идеи мы спланировали срок две недели за две недели мы изготовили кухню и за несколько дней мы поставили что-то в районе четырех или пяти днем там были как бы не очень ровный стены так скажем откровенно но получилось все вполне вполне хорошо всем там подогнали сделали вот и можно сейчас посмотреть уже финишный то есть как она уже получилось в реале то есть вот сейчас будет видео по этому поводу всем привет сегодня встречаемся в микро районе серебрянка города минска значит старый такой панельный дом недавно прошедший как-то капитальный ремонт здесь был и хозяева решили делать ремонт обновить кухню сменить новую на старую вот такого плана кухня сделано в стиле минимализм фасады и корпус в одном цвете фасады и корпус сделаны значит это такой светло-бежевый цвет и ее 222 эгер значит кухня состоит из нескольких частей а значит левая и правая часть это вот ближе к окну такой столбик в котором духовка и свч снизу у нас шуфляды справа значит у нас такой как бы пенал для холодильника не встроенного то есть такая ниша для него сделано здесь такие специальные продухи чтобы он мешал чтобы захват холодный воздух здесь такая у нас тоже пенальчик здесь несколько таких отделов то есть вы выполнили в таком формате тетрис и вверх распашной и сверху у нас идет такой цоколь которому примыкает натяжной потолок и за ним прячется труба газовая то есть вот она идет по всей кухне отсюда и пошла она получается по всей кухне уже и сюда приходит у нас вот здесь вот сверху у нас газовый счетчик то есть трубу спрятали за этим цоколем ну и допустим обслуживают тоже можно только снять и в принципе получить полный доступ к трубе что интересного в данной кухне данной кухне интересное первое первое это вот такой вот у нас шкафчик навесной в нем у нас вот такая вот сушка сушка из нержавейки и она заходит прямо в самый угол видите то есть она довольно большая плюс такое полезное задействование вот этого углового пространства то есть она заходит прям в карман а здесь уже у нас полочки для каких-то мелких баночек также вот тут интересно применяется нос такой узкий пенальчик для всяких ялочевок потовой химию можно складывать также здесь тоже кармашек то есть это кухне отличается таким большим количеством кармашков под эти кармашки можно всегда подобрать какие-то предметы кухонные и эргономично их расположить вот так же у нас здесь есть подсветка профиль такой необычный под 45 15 на 15 воля ярко светит хорошо освещает все зоны готовки стали столешницы здесь это эггер califax натуральный и такой же клиенты подобрали такого же цвета стол то есть такой цвет очень популярны поэтому всегда можно подобрать столы либо еще какие-то вещи там ламинат например тот же самый здесь прямо под варочной плитой у нас такая большая шуфляда с водком пластмассовым под елки ложки здесь можно использовать под кастрюлю прочую мелочевку и вот здесь мне понравилось в данном пенале да внизу у нас такая вот узенькая и шуфлядка под всякие вот ну и для духовки всегда нужны там всякие свертки доски где-то поддоны расположить ну и здесь уже под крупную посуду данная кухня но как бы делает помещение более светлым более просторным и не сжимает пространство как например темные кухни и также данной кухнях красиво смотрится техника черного там темно-серого цвета например вот свече духовка такая варочная панель то есть черные очень как под холодильник да тоже отлично смотрится в этой ниши низ выполнен с ручками ручки я скажу но это как бы очень удобно да то есть хорошо можно взяться вот плюс это такой классический способ открывания которому мы все привыкли поэтому не стоит от него отказываться не стоит отказываться от того что удобно если удобно и вы чем-то привыкли пользоваться вас все устраивает как говорят добра добра не еще то есть не ищи что-то лучше от хорошего поэтому как бы ручки тоже такой достойный вариант открывание неплохо смотрится если подобрать грамотно цвета поэтому так а вот тут еще у нас включается выключается свет на это уже в принципе традиция на взмах руки ставить датчик в зоне кстати вот про зону вытяжки вот у нас вытяжка вытяжка вы знаете вот по поводу вытяжки что я расскажу я все-таки противник того что вытяжка зашивается посмотрите сколько здесь места сколько здесь место здесь сколько мест здесь и сколько здесь его помещается смотрите сколько всяких разных вещей если это все зашить вопрос куда вы эти все банки денег куда а здесь вот они отлично все поместились а было бы зашито я думаю что половину бы этого 10 не влезло поэтому зашивать я думаю не стоит ну вот пластиковая труба чем она плохо смотрится она нормально смотрится отлично выглядит поэтому я не думаю что стоит вот эти вот вещи зашивать правда была у нас такая история на что вот эту вот белую трубу у нас был черная задняя стенка была корпус был под дерево и поскольку черная задняя стенка ту трубу мы из баллончика покрасили в черный получилось в принципе вполне неплохо хорошо смотрелось поэтому как бы в данном случае да можно опять же перекрасить трубу если она не того цвета либо если этот цвет не очень подходит под данный дизайн поэтому как бы вот такая кухня кому интересно приходите может быть вам нужна тоже такая же кухня рассчитаем обсудим может быть вам и цена тоже вас устроит и вы тоже закажете такую же кухню можно какие-то цвета тоже изменить поэтому всем хороших выходных подписывайтесь на канал и нажмите колокольчик чтобы не пропускать новые видео хотя что их пропускать они выходят каждую субботу в 4 в пол 5 в 5 выходит новые видео стабильно каждую субботу поэтому всем добра пока подогнал «Симон» и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok